Всем привет! С вами сегодня снова я, Виктория Кропус. Сегодня я снимаю видео о всех своих чехлах на iPhone 11. У меня накопилась довольно-таки большая и интересная коллекция. Я вам расскажу, какие чехлы для меня самые удобные. И на каждый из этих чехлов будет ссылка внизу в описании, потому что они почти все, кроме одного с Алиэкспресс. И вы сможете заказать себе такой же, даже если у вас другой телефон. Оставайтесь со мной, давайте начинать. На самом деле, я считаю, что телефон без чехла носить это не очень правильно, потому что у меня он довольно часто падает. Я с ним аккуратно, но это все-таки такой предмет, который постоянно в руках, можно сказать. И телефоном каждый человек пользуется чаще, чем любым другим предметом в жизни. И я не хочу, чтобы он у меня раскололся и снова идти ремонтировать или покупать новый. Так он выглядит без чехла. Да, он очень тоненький, удобный, но так я никогда не ношу. Итак, какой чехол сейчас у меня на телефоне? Это очень красивый тайдай радужный. Довольно качественный градиент. Доставка была, по-моему, около трех недель. Если заказывать сразу несколько чехлов, даже от разных продавцов, сейчас очень быстро доставляют. Хорошие выемки для зарядки, для динамиков, для камеры. Он силиконовый, мягкий, отлично защищает телефон. И вот эти вот кнопочки для громкости, они тоже мягко, хорошо нажимаются. В общем, я осталась довольна. 200 с чем-то рублей. И это, кстати, из новой коллекции, из новинок 2020 года. То есть у меня там есть чехлы, которые я в прошлом году покупала. И есть вот эти. Вообще на Алиэкспрессе, если вы залезете и будете отслеживать, то вы заметите, что у них очень часто меняются тренды. Очень часто выходят разные новинки чехлов. Что мне нравится, что в Китае это не стоит на месте, они постоянно придумывают что-то интересное. Один из последних также чехлов, который я вам еще не показывала, это чехол с драконами, с динозаврами. Динозавры это тоже тренд 2020 года. Там были зеленые динозавры. Если у вас зеленый телефон или вы просто там на свой белый хотите, мне кажется, что зеленый интереснее. Но так как у меня телефон сиреневый, зеленые динозавры у меня были ни туда, ни сюда. Я взяла с фиолетовыми. Он тоже очень мягкий и хороший. Я его брала с собой в Москву. Да, телефон у меня в Москве не падал, но мне кажется, он все равно отлично защищает. Так смотрится на моем телефоне. Очень хорошо и красиво. Цена была, кажется, 150 рублей. Доставка тоже очень быстрая. Все меня устраивает, как кнопки нажимаются. Это два самых последних приобретения, которые я вам еще даже не показывала нигде. Резко сразу переходим на новогодний чехол. У меня, по-моему, только один новогодний. Этот чехол я получила еще в начале этого года. К сожалению, даже не успела поносить, потому что, ну, уже там весна была. И вот надеюсь, что этой зимой я как раз-таки буду носить очень часто этот чехол. Мягкий-мягкий. Конечно, он станет довольно-таки быстро грязным, но поносить, например, одну зиму 3 месяца нормально. Тут есть елочка фетровая. Она объемная, но при этом это не дает лишнего объема телефону и удобно держать в руке. Мне очень нравится. Придает новогоднее настроение. Скоро я обязательно уже буду носить этот чехол. Наверное, где-нибудь в конце ноября, но когда вот снег уже так основательно выпадет очень много, буду носить. Создавать себе настроение. Еще такой же был, по-моему, голубой. Тропический чехол с пальмами. Это что-то типа из Пинтереста. Красивое, эстетичное. Несмотря на то, что он в основном зеленый изумрудного цвета, он подходит для моего сиреневого телефона. Тоже мягкий, силиконовый. Я не покупаю жесткий больше. Чехлы у меня их, по-моему, даже нет, потому что они, ну, мне не нравятся. Они очень быстро приходят в негодность и плохо защищают телефон. Все чехлы примерно стоили, ну, 200 рублей. Этот, по-моему, тоже 200 стоил. Может, чуть меньше. Просто сиреневый чехол. Я его, наверное, мерить не буду. Так все понятно. Покупала я еще в прошлом году. Думала, что он типа похож на оригинальный от Apple. У него очень неудобные вот эти кнопки. То есть они прям как-то некачественно сделаны. Если вы хотите прибавить громкость, нужно прям продавливать, нажимать очень много. Чехлы, которые сделаны как подделка под американский бренд чехлов для телефона Case Fiti. У них там чехлы по 2,5 тысячи. Они нереально классные. И американские блогеры только их и носят. Я себе как-то хотела такое заказать, но в итоге я пожалела 2 тысячи. Сейчас доллар подорожал, и эти чехлы уже по 3 тысячи. Поэтому все, обойдемся к китайской подделке. У меня есть такой с мордами французских бульдогов. Красивый. Он сделан почти что в точности как оригинальный чехол, потому что у них есть такой вот принт. И еще один с мальтийской баллонкой. Там много на самом деле чехлов с разными собаками, и они эстетичные, поэтому мне нравятся. Я их сейчас реже ношу, потому что как-то они мне поднадоели. Тоже из этой же серии чехол с облаками. Но, как вы можете заметить, он пожелтел. Стал такой грязноватый. Он то ли окрасился как-то, не знаю на самом деле, почему так произошло. Это все от одного продавца было. Один из моих любимых чехлов, который я носила очень долго, это с принцессой Жасмин Дисней. Она не просто нарисована, это выполнено как в стиле 3D. Очень красивый. И подходит, мне кажется, под мой телефон. Если бы мой телефон был принцессой Дисней, он бы, наверное, был именно Жасмин из Алладина. Очень забавно звучит, но похоже. Потому что у нее такие волосы здесь фиолетовые. Хотя в мультике, по-моему, черные. Типа драгоценности. Мне сразу напоминает, это Арабские Эмираты. Вот этих вот восточных девушек. В общем, это один из моих самых любимых чехлов. Вроде бы такой есть еще с другими принцессами. Я точно не знаю. Чехол с персиками. Но просто для лета покупала. Я люблю принт персиков. Мне кажется, что выглядит прикольно. Мягкий, нормальный чехол. Если хотите, тоже ссылка будет в описании. Вот этот чехол единственный не с Алиэкспресс. Я беру, кстати, абсолютно их рандомно. Так что не ищите в этом какой-то логике. Это не значит, что я показываю только там свои любимые. А в конце будут нелюбимые. Нет. Он сделан из переработанных материалов. И этот чехол стоил полторы, по-моему, тысячи или тысяча двести. Ну, как-то так. Он розовый, еще был черный. Мне он нравится, потому что он хорошо защищает телефон. И у меня очень жестко падал в нем телефон. Сейчас я вам даже покажу. Вот тут всякие такие есть доказательства, что он падал у меня. Он защищает хорошо. Поэтому я полностью довольна. И, как я поняла, он экологически безопасен для природы. Так что такие чехлы можно покупать хоть сто штук. Это был просто чехол с градиентом, который идет от белого к такому розовому и фиолетовому. Потом также я сюда прикрепила попсокет. По-моему, из мармалата. Я не помню. А, нет. Это попсокет из Зака. Тоже красиво смотрится на телефоне. Попсокет это удобно. Довольно-таки. Но, когда кладешь телефон, вот так вот, неудобно. Поэтому этот чехол не стал моим любимым. Сосну Пипинац. Это тоже был очень дорогой чехол. Потому что он сделан из специального материала. Он не просто силиконовый, а какой-то такой противоударный. И вот тут у него не скользящее покрытие. То есть удобно держать в руке. Он не гнется, потому что вот эта штучка пластиковая. И красиво, мне кажется, смотрится. По цвету подходит. Пинац я очень люблю. Я читаю эти комиксы на английском языке. Этот чехол я называю Чипса. Знаете, такие лейс-рифленые сметаны и зелень. И вот они внутри именно такие. Это вельветовый такой материал. И стоил он недорого, по-моему, рублей 100-130. Был другой цвет, но мне хотелось именно такой, как Чипса. Еще один очень теплый чехол мохнатый. Это вот по материалу. Он такой же фетровый, как с елочкой. Но с елочкой он более объемный. А этот меньше места будет в кармане занимать. И он тоже будет согревать телефон. У меня, кстати, так как телефону еще только год, он на морозе пока не отключается. Но я помню, что мой шестой айфон, когда у меня был 6S, он выключался на морозе постоянно. Даже когда был новый. Не знаю, может быть, сейчас лучше просто телефоны делают. Еще один эстетичный, вот этот. Я его, по-моему, толком еще даже не успела поносить. Он такой летний, но классный. Дошел он за две недели. Тут, во-первых, вот где вот эти кнопки, очень удобно все сделано, хорошо нажимается. И смотрится красиво. И смотрится красиво. Цветочки, они не колхозные, а именно классные. Вот еще одни персики. Но тут есть такая ручка. И можно также использовать как подставку для телефона. Без подставки. То есть не нужно ничего лишнего носить с собой. И смотреть, например, какие-то видосики на YouTube. И потом сложила все. Также есть тут вот это кольцо для пальца. В общем, он удобный в том плане, что комфортно с ним. Много функций выполняет. Тут только вот один чехол. Так что я полностью им довольна. Так, осталось всего 4 штуки. Давайте по-быстренькому уже пойдем. Это звездочки. Ну, если вы видите, то он тоже немного окрасился. Он уже не такой прозрачный. Но все равно красиво смотрится на телефоне. Звездочки. Тут луна весь переливается. Розовый с Лизой Симпсон. Просто потому, что я люблю Симпсонов. Да, ничего особенного. Но я просто люблю Лизу Симпсон. Рисунок очень хорошо сделан. Я помню, что когда я такой покупала, по-моему, с мопсами года два назад, он у меня весь отлетел. И с миньонами тоже. Так, молоко Панда. Это чехол я носила, мне кажется, половину этого лета. Очень-очень долго. Я, наверное, даже его сейчас оставлю на своем телефоне. Как-то мне захотелось его одеть. Я соскучилась. Мягкий, хороший. Не занимает много места. Поэтому один из моих самых любимых. Так, ну и последний. Это розовый. Типа сделан как витраж, как мозаика. Тоже интересный. Не только розовый. Тут и фиолетовый цвет. И золото. Все переливается. Если вы помните, совсем недавно вот это было очень популярно. Даже в маникюре. Многие такое делали. Так, ну, в общем, это все мои чехлы. Обязательно напишите в комментариях. И давайте подискутируем, какой чехол вам нравится больше всего. Может быть, каких-то у меня нет. Сейчас постоянно выходят новые, разные, интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok